Какая-то там земля есть, что бы, собственно, и не сеть на этот плод, и не поплыть на этот самый остров Сокотры. Или пойдем туда, вот, на заселение новых территорий. Глядишь, опять же, через миллион лет они уже на другом материке. А через полмиллиона лет, глядишь, они уже сидят где-нибудь там на Таймыре, в чуме, закутанной в шкурах. И как-то им вообще ни разу не очевидно, что их предки когда-то там были в Африке. Поэтому можете легко догадаться, с какой скоростью они чесали светлому будущему. Я родился в Чите, оказался вот уже в Москве. Здравствуйте! С вами программа «Дробышевский человек разумный». И я, ее ведущий, Дробышевский, может быть, даже немножечко разумный. И тема сегодняшнего нашего изложения – переселение, миграция древних людей. Как мы заполонили всю планету? Как оно так получилось? На самом деле понятно, что расселялись не только люди как таковые, но и далекие предки. И продолжалось это во все времена, начиная там, строго говоря, с Палеозоя. Но нам интересна вот наша, собственно, история. Но прежде чем переходить, собственно, к миграциям как таковым, немножечко новостей. Казалось бы, расселялись они тысячи лет назад, а новости все продолжают поступать. И в 2020 году появились новости про расселение неандертальцев. Неожиданно выяснилось, что Сибирь заселялась неандертальцами как минимум дважды. У нас не так много местонахождений этих самых неандертальцев в Сибири. Но все-таки статистика срабатывает, появляются новые исследования, новые памятники. И картины вместе потихонечку собираются. И обнаруживается, что неандертальцы, жившие в Денисовой пещере, и неандертальцы, жившие в Окладниковой пещере – это не одни и те же неандертальцы. Причем, если смотреть из космоса, они там практически рядышком находятся. Но, тем не менее, мы видим, что и по антропологии, то есть по своей биологии, и по культуре, по орудиям, эти две группы отличаются друг от друга. Причем отличаются довольно существенно. И ДНК, и немножечко морфология, ну хотя с ней там бедная весьма. И по культуре. Первыми, судя по всему, пришли неандертальцы Денисовой пещеры. Причем, когда они туда пришли, там уже жили денисовцы. И неандертальцы Денисовой пещеры смешивались с денисовцами, а потом еще немножко и с сапиенсами. И у них была своя культура, отдельная мастерская. А чуть попозже, ну и так, чуть попозже, это там через 50 тысяч лет, пришли окладниковские неандертальцы со своей микокской культурой, это она немножко отличается, и со своей метаконариальной линией ДНКовой, генетической. Заселились в окладниковую пещеру. Ну понятно, что в последующем они там не то чтобы сидели, каждый в своей пещере и не двигались с места. Они все-таки были охотники-собиратели, перемещались туда-сюда. Но тем не менее, и вот эти окладниковские в последующем тоже смешивались с сапиенсами, но, судя по всему, независимо. И в окладниковой пещере даже в одних и тех же слоях есть кости и неандертальцев, и сапиенсов. Получается, что вот это вот расселение было не просто линейным, когда люди там переместились, сели и стали сидеть на месте, а оно было каким-то хитросплетенным. Для нас достаточно очевидно, когда такое происходит сейчас в современности, мы видим, что вот люди тут переселились, там переселились, и причем это быстро достаточно происходит. Но почему-то не для всех очевидно, что в древности это было гораздо более подвижно. Вот, хотя, вообще-то, это как бы, на мой взгляд, достаточно очевидно, потому что это были охотники, и они не могли сидеть на месте, потому что иначе бы они все просто съели. А если посмотреть в прошлое, мы увидим, что то же самое происходило и не только с людьми, но и с приматами. Ну, если так, совсем вдаль уходить на границу мезозоя и кайнозоя, то есть на границу мелового и полиогенного периода, мы увидим, например, там адаписарикулит. Адаписарикулиты загадочные довольно-таки существа, которые могут быть потенциально нашими прямыми предками, ну, хотя вряд ли, скорее всего, это такие двоюродные родственнички. Но вот с переселением у них все хитро. Самые древние представители обнаруживаются в Индии, а Индия в это время плавала посреди моря Тетис, ну, который нынче Индийский океан, и она не контачила ни с Азией, ни с Африкой, уж тем более там не с Европой. Чуть попозже, ну, как раз вот на границе мезозоя и кайнозоя, эти самые адаписарикулиты обнаруживаются в Северной Африке и в Европе. В Бельгии, например. При том, что и Северная Африка была отделена от Азии, и Северная Африка была отделена от Европы, и Европа была отделена от Азии. А Индия вообще была в это время островом. И как они переселялись через вот эти океанические просторы, не вполне, прям скажем, очевидно. Причем не они одни это делали, потому что вот эта индийская фауна включает в себя, в том числе, наземных черепах, которые тоже там не особо плавающие, змей наземных, которые тоже вроде как не особо плавающие, и всякое прочее зверье. Которое чудесным образом могло и из Африки перемещаться, и в Азию перемещаться, причем на весьма приличное расстояние. Скорее всего, это происходило на плотах из растений. То есть, когда есть тропические дождевые леса, ну, такие густые, с большими деревьями, всякое мелкое зверье, сидя на этих деревьях, периодически оказывается в воде. Ну, когда дерево растет на берегу где-нибудь, речки, да, падают вниз, его уносят в океан, а для небольшого существа, ну, размером, там, не знаю, от таракана до какой-нибудь небольшой обезьянки, ну, а эти адаписерикулиды, они размером с бурозубку, на самом деле. Это дерево, это целый мир. Это существо может с этого дерева не слезать никогда, причем поколениями. С одного. Дерево огромное. И на вот этом плывущем плоту, ну, а если несколько деревьев собьются вместе, получается, вполне себе плот, ну, некоторое время они вполне себе могут жить. Несколько дней, а то и пару недель. За это время океанические течения могут унести такое бревно, или там группу бревен, довольно-таки далеко. Понятно, что вероятность выживания на таких плывучих плотах очень маленькая, но когда мы помножим миллионы деревьев, падающие в многие реки, на миллионы лет, которые проходят, то вероятность успешного исхода не такая уж прямо и нулевая. Ну, тем более, когда дело касается маленьких существ. И в последующем такие миграции осуществлялись неоднократно. Показательно, что уже сильно позже, там, в 16 веке португальцы повторили ровно тот же самый путь по ровно тому же самому течению. Причем до того, как плыть туда, они уже знали, что там есть земля, потому что противотечением из Америки в Африку периодически проволакивало куски древесины. И было понятно, что раз бревна какие-то приплывают, значит, там земля есть. Вот они туда и доплыли, собственно. Ну, а северные испанцы, ну, испанцы там своим путем шли. И понятно, что испанцы это делали с португальцами на кораблях, а обезьянки на бревнах. Вот. Ну, опять же, помножаем миллионы бревен на миллионы лет, и они таки приплыли. Причем сделали это, видимо, тоже таки дважды. Вот, опять же, совсем недавно стало известно, что в Южной Америке, оказывается, существовала группа парапитеков. А парапитеки — это существа, которые доселе были известны только в Северной Африке. Ну, это такие архаичные, примитивные весьма обезьяны североафриканские. И вот таки же одна из них обнаружилась в Перу. Причем Перу, на всякий случай, находится на противоположной стороне от Атлантического океана. Да, то есть это уже побережье Тихого океана. То есть эти обезьяны должны были пройти еще и всю Африку. Но по тропическим лесам это сделать было не так уж и сложно. И до этого они ходили, и после этого они ходили, ну, например, по всей Евразии. От какой-нибудь там Франции с Испанией вплоть до Китая расселялись. И те же самые там парапитековые, и какие-нибудь там амфипитековые, и после этого проплиопитековые, плиопитековые, мартышкообразные, человекообразные. То есть возникали они где-то в одном месте, но когда есть большие безграничные леса, обезьяны довольно шустро по ним расселяются. В этом смысле крайне любопытно, что непосредственно наши предки, человекообразные, были одни из самых главных домоседов. И в то время, как какие-нибудь мартышкообразные расселялись вот прямо-таки от Пиренейского полуострова до Восточного Китая, Индии, там всякую Индонезию уходили, наши предки скромненько сидели в Африке довольно-таки долго, и чуть-чуть выходили там на Ближний Восток, куда-нибудь на территорию нынешней Саудовской Аравии, в Евразию, ну там немножко в Европу, потом немножко в Азию, но с явственным отставанием. Потому что крупные, человекообразные обезьяны, да даже, в общем-то, и мелкие, они не очень склонны перемещаться далеко. Они сильно привязаны к деревьям, если перед ними возникает какое-то маломальски открытое пространство, они через него, скорее всего, не пойдут. А поскольку климат, ну скажем, там 20, 15, 10 миллионов лет назад еще более-менее был хороший, лесов было много, но они так и сидели, где им хотелось. Но тем не менее тоже перемещались, и хотя и человекообразные обезьяны, исходно это сугубо африканские существа, тем не менее сейчас вот и орангутаны, и гиббоны, да, живут в Индонезии, например. То есть такие они туда расселились. А вот самые-самые такие совсем уж непосредственно наши предки были самыми медленными. И они-то из Африки не выходили вот до распоследнего момента. И в то время как лошади, свиньи, всякие там псовые шакалы, гиены, антилопы, слоны, страусы, там все кому не лень, переселялись аж там от Северной Америки до Африки в обратную сторону, наши предки уныло сидели в Центральной Восточной Африке и оттуда старались никуда до последнего не выходить. Ну потому что опять же им и так было хорошо. Так что современная вот эта гиперподвижность человека это вообще-то достижение самых последних времен. И когда наши предки дошли до стадии, скажем, австралопитеков, то есть уже двуногих существ, ходящих на двух ногах, все равно они в основном были расселены в Восточной Африке, в Южной Африке и немножечко в так называемой сахильной зоне. То есть на юг от Сахары, ну она не была Сахарой, в тот момент там степи распространялись, но обезьяны по ним не особо склонны были двигаться. И вот до тропических дождевых лесов, где уже жили такие обезьяны-обезьяны, ну предки современных шампанзе и горел. И австралопитеки, конечно, двигались по вот этим полустепным таким пространствам, где как бы вроде бы уже не совсем лес, но вроде еще и не совсем степь, но как-то так вяленько. Поэтому восточно-африканские, скажем, и южно-африканские друг от друга довольно существенно отличаются, и мы их различаем на уровне видов. Ну скорее всего там был довольно плавный переток вариантов как бы от одного к другому, что мы можем, ну так, проследить как бы, как это примерно происходило на примере нынешних павианов. Сейчас Африка большая, в разных частях живут немножко разные павианы, которые тоже, как и наши предки австралопитеки, не склонны сильно далеко перемещаться. Ну, не способны они на далекие миграции. Но потихонечку, помаленечку каждый перемещается, и глядишь, что самые северные павианы очень резко отличаются от самых южных, самые западные от самых восточных, но между ними есть плавненькие, постепенненькие переходы. С австралопитеками, судя по всему, было то же самое. Ну, у нас не так много данных, потому что, например, между Восточной Африкой и Южной Африкой там довольно большой участок, где у нас находок особо нету, ну, или там фрагментарные совсем. Но то, что есть, позволяет считать, что, видимо, так оно примерно и происходило. И в чуть более поздние времена, когда уже австралопитеки стали людьми, род Хома появился, то есть вот примерно 2,5-2 миллиона лет назад, тоже вот эти передвижения были, прямо скажем, так себе. И тем не менее они были. Кстати говоря, и парантропы, массивные австралопитеки, такая параллельная альтернативная линия эволюции, тоже немножечко как бы переселялись. Потому что, как я уже сказал, у нас восточно-южноафриканские, в общем, достаточно отличаются друг от друга, но вдруг неожиданно обнаруживается где-нибудь в Южной Африке какой-нибудь там парантроп, очень похожий на восточноафриканских. А в Восточной Африке обнаруживается какой-нибудь там Алдувайский гоминит-24, который очень похож на южноафриканских. И вот такие несовпадения, которые как бы не на своем месте находятся, говорят о том, что да, миграции таки были. Понятно, что при этом они не стремились заселить новые места, и не было такого, чтобы поднялись там какие-то хабилицы, да, с места, и решили, пойдем туда вот на заселение новых территорий. Они расселялись просто вот хаотично, это было такое броуновское движение, потому что если вот они сидят на участке, это такое еще не досаванное, а рядом есть примерно такой же, и там есть ресурсы, и, по сути, тоже какие-то антилопы, там есть какие-нибудь залежи обсидиана, или там кремня, да, и нету конкуренции, то что бы туда и не пойти, и не расселиться. То есть с рождаемостью все в порядке, рано или поздно они там окажутся. Ну а оттуда еще немножечко, и так там километр за километром, глядишь, опять же через миллион лет они уже на другом материке. И в этом смысле ключевым таким переломным моментом вот в этой нашей такой унылой домоседной эволюции оказалось время порядка двух миллионов лет назад, ну и чуть поменьше, там миллион восемьсот тысяч лет, где-то так, когда наши предки наконец-то научились далеко ходить и стали подвижными. Этому предшествовала длительная подготовка в виде вот этих вот австралопитеков, которые уже были двуногие, но еще коротконогие, такие весьма коренастые. А тут наконец-то вот эти самые первые хомо стали длинноногими и приобрели наши более-менее современные пропорции. Ну лучше всего это видно на скелете КНМВТ-15000. Это скелет так называемого хомоэргастера, ну с затировкой там почти полтора миллиона лет назад, там более-менее ровно. Это так называемый мальчик из Турканы, другое его название, или нарекатоми 3, там ну куча синонимов, не суть важна. Это подросток с такими хорошо длинными ногами, с укороченной грудной клеткой и с довольно-таки узкими плечами. То есть в принципе на фоне современных подростков он бы по телосложению не особо выделялся, но лицо у него было немножко страшненькое. И вот люди такие уже длинноногие, приспособленные на далекие перемещения, а для этого еще надо же было модифицировать немножко систему теплообмена, теплорегуляции, чтобы там не перегрываться на открытых пространствах. Но тем не менее они все это преодолели и научились далеко расселяться. И неспроста, как раз вот 2 миллиона лет назад мы находим людей уже вне Африки, наконец-то. То есть, как я уже сказал, и страусы, и антилопы, и ослы, и все, кому не лень, уже несколько раз заходили в Африку, выходили из Африки. Наши предки сделали это практически последними. На этом месте, ну, равно как и на любом другом, конечно же, у многих возникает такой ехидный вопрос. Обычно он задается с таким прищуром, что, о, я вот вас подловлю-то, ученых, они же, вы же скрываете все. Вопрос такой, что, а что же они шли из Африки, если им так было там хорошо? Что же они шли на север? Там же холодно, там же страшно, и вот мы теперь в снегу по колену утопаем. Но вот жили бы в Африке, и горе не знали. Но, как можете представить, эти самые хаббелисы карты не имели. И никакими там навигаторами они не пользовались. Не знали они вообще про Африку, про Евразию. Они просто шли. Вот есть кусок, опять же, саванны. Рядом примерно такой же кусок саванны. Пойдем туда. Кстати говоря, климат был теплее нонешнего, градуса так на 4, на самом деле. То есть, когда нас пугают глобальным потеплением, что на градус повысилась температура, там на 4 градуса было теплее. И на территориях нынешнего, скажем, Краснодарского края, Кавказа, вся Южная Европа, и вплоть до, скажем, Забайкалья, Средней Азии, это все была тропическая зона. Чудесная, замечательная, со слонами, носорогами, бегемотами, страусами, опять же. Вот в Крыму недавно нашли страуса замечательнейшего. И чуть пораньше на Кавказе, в Грузии, в Дмонисе. И чтоб туда и не идти. То есть, от Африки разница-то невелика. И тем более, каждый человек шел вон пешком. Они же не на самолете летели, не на поезде не ехали. А шли они тихонечко пешочком. И когда вы идете тихонечко пешочком, причем произвольно, в любом направлении, строго говоря, да, ну на юг там особо некуда. Ну, Африка кончается. Туда они заселились еще давно. Ну, а на север, да, можно. Тем более, что Африка, она соединялась, так или иначе, с Евразией, в районе Суэцкого перешейка. Ну, там, правда, пустыня чаще всего была. Но иногда были более-менее нормальные условия в период увлажнения. И люди выходили. И каждый человек перемещается там на 30 километров, ну 50, ну 100 километров. Ничего не меняется. А через полмиллиона лет, глядишь, они уже сидят где-нибудь там на Таймыре и в чуме, закутанной в шкурах. И как-то им вообще ни разу не очевидно, что их предки когда-то там были в Африке. Это все постепенно, плавненько, потихонечку. Но, надо сказать, сильно потихонечку. Потому что из Африки-то они вот 2 миллиона лет назад вышли, но дальше нынешнего Ростова-на-Дону, севернее, они не расселялись. У нас есть несколько чудесных тому подтверждений. Самый древний пример такой вот миграции это местонахождение Дманиси в Грузии, где найдены 5 чудеснейших черепов, огромаднейшая фауна, причем там маленький совсем раскопчик на самом деле, и причем богатейшие слои, шикарнейшие совершенно. Грузии в этом смысле невероятно повезло. Понятно, что Грузия, кстати говоря, не контачит с Африкой, да, там довольно-таки не близко. Но вот по факту нашли мы там древнейшие, ну, остатки людей. А орудия-то есть и другие. Вот недавно в Амане, например, нашли с древностью почти 2,5 миллиона лет назад орудия. То есть кто-то там был, ну, это просто булыжники. А самое-то чудесное, что подобные орудия найдены по всей, фактически, Саудовской Аравии и даже на острове Сокотра. А остров Сокотра, находящийся между Аравией и Восточной Африкой, в море Океани, индийском, не соединялся с сушей. То есть получается, что порядка 2 миллионов лет назад какие-то вот эти самые ранние хомо, на уровне еще, по сути дела, хабелесов, людей умелых, такие довольно кривоногенькие еще, умудрились таки доплыть до острова Сокотра. Ну, не то, чтобы там сильно далеко было плыть, но таки надо было плыть. Вот. Это уже не какие-нибудь там Пургаториус или там Адеписарикулиды, которые на маленьком плоту там гребли где-то, да, ветрами переносимые на новые материки, а это уже такие вполне себе человеческие люди. Ну, пусть они там ростом были там полтора метра еще, но тем не менее это уже крупнокалиберные человеки. И как-то же они на этой Сокотре оказались. Вообще, наши представления о способностях древних людей часто принижают их способности. Ну, существует в голове большинства людей такой стереотип, что первобытный человек, он такой грубый, в какой-то непонятной шкуре, да, с какой-то кривой дубиной, криворукий, неумехая, ничего не знает, не умеет и не особо-то и хочет. Что-то такое мучительное, членораздельное. На самом деле, они выживали в не очень простых, вообще, надо сказать, условиях. Тем более, когда они переселились в новые места, ну и плюс-минус как бы с Африкой похоже, но все-таки отличия-то есть. Ну вот, и они были сообразительные. Неспроста у них мозг в это время бурно рос. Это время мощнейшего отбора на интеллект. Это такой прыжок развития мозга, преодоление мозгового рубикона. То есть ясно, что все дураки погибали, а самые умные выживали. И вот эти вот самые умные могли скумекать, связать несколько бревен, сделать плод. Ну и там в ясную погоду, со зрением у них все хорошо было. Видели, что какая-то там земля есть, что бы, собственно, и не сеть на этот плод и не поплыть на этот самый остров Сокотры. И в последующем на других территориях тоже такое происходило. У нас есть, допустим, ашельские орудия, но это, правда, уже попозже время, с острова Крит, что-то такое на Кипре найдено, и на всяких там островах, типа там Левкада, Закинфос в Греции, но это, правда, еще позже время. И в Индонезии, хотя большей частью они там шли во времена, когда ураникиана понижался, и острова соединялись с материком, но местами такие доплывали вполне себе. И до Флориса пресловутого, и до Лусона, и до Сулавеси, и до Тимура, и дальше там вплоть до нынешней Меланезии. Ну, правда, это уже Сапиенсы были, но чуть попозже. А до Флориса, например, они доплыли миллион лет назад. То есть это были еще-таки вполне себе пятикантропы. Ну, прям такие образцово-показательные яванские пятикантропы преодолели проливы порядка тридцати километров шириной, без каких-то особенных проблем. Ну, правда, преодолеть-то преодолели, а в последующие, где-то там чуть ли не миллион лет, никто такой подвиг повторить не мог. И еще дальше до Австралии пятикантропы так и не добрались. Ну, по крайней мере, у нас никаких этому свидетельств до сих пор нет. Хотя предполагалось многое. Вот и в Америку, в общем-то, тоже не прошли. То есть ограничения тоже, ясное дело, были. И преувеличивать способности к миграциям тоже, конечно же, не стоит. Вот. И вот таким медленным, постепенным движением они расселялись поначалу по тропической зоне. То есть вот они из Африки как вышли. Ну, кстати, в Африке тоже расселялись, понятное дело, туда-сюда. Но вот вышли, и одни пошли налево в Европу, другие пошли направо в Азию. И расселение, надо сказать, было довольно-таки стремительным. Потому что, ну, далеко вглубь материка они не уходили. Там, как бы, не очень приятно бывает. Там какие-нибудь или пустыни, или горы, или джунгли, или еще что-нибудь, не слава богу. Вот. А вдоль берега это привычно. То есть вот они с берега, какой-нибудь там Эритреи, допустим, стартовали. И, кстати, в немалой степени, может быть, шли и не через Суэцкий перешей, а прямо через Баб-Племандепский пролив. Там более вероятная даже переправа. Ну, в периоды пониженного состояния океана, там, ширина пролива была километра два. Противоположный берег, в принципе, и сейчас даже видно, хотя там далеко не два километра сейчас. Ну, вот, а тогда-то и подавно. И они преодолели. Ну, надо сказать, что этот Баб-Племандепский пролив преодолели и Павиана, опять же, и страусы, и зебры, и все, кому не лень. Так что уж люди-то сам бог велел. И вот, когда они переправились, для них что берег Эритреи, что берег нынешнего Йемена, какая разница? Там фауна та же самая, флора та же самая. И хозяйственный уклад тоже можно не менять. То есть, это вот прибрежные жители, которые шляются по берегу моря, собирают то, что там волны выкидывают, им хорошо. Но дальше у них выбор-то небогатый. Потому что либо надо двигаться вдоль Красного моря или там Персидского залива на север, но севернее все-таки условия меняются. Хотя они двигались, вот в Грузии у нас находки такие есть. А гораздо приятнее двигаться на восток. Потому что вдоль берега Индийского океана, там всяческого Пакистана, Индии, дальше там вплоть до Индонезии, условия плюс-минус как бы одинаковые на берегу. То есть, слева все время у нас суши, справа у нас вода, и там волны такие лазурные выкидывают, всякие вкусняшечки. Там рыбку, еще что-нибудь такое. И можно двигаться вперед. При этом спереди пляж усыпанный вкусняшками, а сзади помойка, которой они сами же наплевали, и родственнички покрикивают недовольные. И уже потность населения какая-никакая есть. Поэтому можете легко догадаться, с какой скоростью они чесали к светлому будущему. И в геологическом масштабе они, как только вышли из Африки, моментально оказываются везде по этому самому побережью, вплоть до этой самой Явы. И до самого, что есть, восточного Китая. То есть у нас точности датировок не хватает, чтобы вот этот путь как-то так вот детально прям проследить. Ну, тем более, что неприятно в последующем, когда ледники, там, где-то они там таяли, нарастали, снова таяли, и уровень океана сейчас довольно-таки высоко. Поэтому многие области, которые были в то время берегом, теперь лежат на дне океана. И мы просто эти стоянки не особо-то можем увидеть. Вот, или иногда случайно их находят, как, например, в Тайваньском проливе, ну, между, собственно, Китаем и Тайванем, который, конечно же, с точки зрения китайцев тоже Китай, рыбачки выловили такие нижнюю челюсть в пэнху. Ну, то есть, все по классике, да, там, раз закинули они невод, пришел он пустой, там, с морской травой, травою морской. А второй раз закинули, там, что-то еще он там им приволок. А в третий раз они закинули и нижнюю челюсть пятикантропа, еще каких-то там гиен ископаемых, и еще какое-то барахло. Ну, просто праздник. Так что, но тогда это была суша. Понятно, что люди все-таки расселялись не только на запад и восток, в таком широтном направлении, но и в Меридиадальном тоже. И первые следы, как я уже сказал, находятся в Грузии, но шли они и дальше. Были, правда, некоторые географические проблемы, потому что в некоторые моменты Черное и Каспийское море соединялись между собой проливом. И там, где сейчас степи Кубани чудесные, расположенные, плодородные, был вообще-то морской пролив. Люди в него утыкались, ну и не особо рвались дальше. Но некоторые таки его преодолевали. Ну, теоретически можно Каспийское море обойти вокруг, а можно там через Турцию пройти на Балканы и переселиться. Но я подозреваю, что они, может быть, и через пролив периодически переплывали. Самое древнее тому свидетельство, свидетельство, это кость верблюда из Левенцовки. Левенцовский карьер на окраине Ростова-на-Дону. Нынче там многоэтажки стоят, новостройки. Но там богатейшая ископаемая фауна. И в частности, там была найдена кость верблюда с такими очень характерными насечками. Наши археологи смотрели все это дело, изучали под микроскопом. И доказали, что это искусственные насечки, сделанные каменным орудием труда. А датировка там порядка, опять же, двух миллионов лет назад. И это люди, которые таки переселились через этот самый пролив. То есть какие-то сидели прямо на берегу, где-нибудь там в Тамане, например. Где-нибудь там богатыри Синяя Балка, там стоянка, например, есть. И всякие там Кермек и всякие прочие. А часть вот даже немножко севернее переселились. Но уже позже, когда и пролив этот самый исчез, и людей вообще стало больше, то их расселение уже не мешало ничего. Но вот начиная где-то там с миллиона, полутора миллионов лет назад, прошло уже достаточно времени от выселения из Африки. И разные группы, расселившиеся, кто в Европу, кто на Яву, кто в Китае, кто там в Сибирь куда-то уже, стали друг от друга понемножечку отличаться. И вот тут наступает эпоха множественных человечеств. Тут в Африке протосапиенсы. Там в Европе, ну, мы сейчас в Европе, но там в Европе, мы же сапиенсы смотрим, неандертальцы. Еще более там, в Азии, какие-то непонятные денисовцы. На островах возникают какие-то странные хоббиты. На Флоресе, на Усоне, на Усуависе, и, может быть, еще во многих других местах. Но перемещения не прекращаются, потому что плотность заселения маленькая. Людям ничего не мешает ходить зад-вперед. И ко времени порядка полумиллиона или там 400 тысяч лет назад люди оказываются уже в зоне умеренного климата. То есть, с одной стороны, люди помаленьку, потихоньку, ну, полумиллиона лет все же прошло, да, расселяются с юга на север. А с другой стороны, климат холодает, наступают ледниковые периоды, и север приближается к людям. И тут у людей возникают проблемы, но они это преодолевают. Все-таки это уже люди, у них размеры мозга к этому моменту 1300 грамм, то есть почти как у нас. И они изобретают огонь, жилище, одежду, и жизнь становится лучше, жизнь становится веселее. И местами эти самые человечества, продолжая бегать за, вперед, начинают смешиваться между собой. Ну, скажем, те же там неандертальцы с денисовцами, неандертальцы с протосапиенсами, разные неандертальцы между собой, ну, и там, всяких других сочетаниях, а чуть позже еще и сапиенсы, с денисовцами. Ну вот, а еще где-то сапиенсы, бог знает с кем, про кого мы даже толком ничего не знаем. И элементы вот этих вот метаний, зад, вперед, мы иногда улавливаем. Иногда в виде, опять же, археологии, иногда в виде генетики, а иногда в виде каких-то неожиданных таких индивидуальных находок. В этом смысле мой самый любимый пример это бедренная кость Дольневестойницы 35, найденная в Дольних Вестойницах в Чехии. Ну, Чехия, она и нынче центр Европы, а тогда это был даже не то чтобы центр, а скорее как бы край Европы. Потому что чуть-чуть посевернее лежал уже ледник, и особо там идти было некуда. И в этих Дольних Вестойницах очень богатый культурный слой, много всего интересного найдено. Ну и сама цифра Дольневестойницы 35, она прям душу любого антрополога греет, потому что ты знаешь, что есть 34, 33 и всякие прочие. Кость принадлежала мужчине, здоровенному, большому, и собственно от всего этого мужчины только этот кусок бедренной кости остался. Но это очень важный кусок, потому что палеодиетологический анализ показал, что этот конкретный человек почти всю свою жизнь питался морской пищей. Есть такие у нас методы хитрые в арсенале, которые позволяют такое установить. И питался он всю жизнь морской пищей, оказался в Чехии, в центре Европы за несколько сотен километров от ближайшего моря. При том, что еще и море было сильно южнее, чем нынче, потому что уровень океана опять же был меньше, это разгар ледникового периода. Ну, это примерно 26 тысяч лет назад. И получается, что родился и вырос он где-то на берегах Средиземного, скорее всего, моря. Ну, потому что с северного там не мог, там ледник лежал. Ну, ближайшее Адриатическое, если геометрически смотреть. Ну, бог его знает. И в какой-то момент, уже будучи взрослым, ему что-то взгрустнулось. И он преодолел пешком, очевидным образом, гигантское расстояние. Причем шел-то он, понятно, не по прямой, потому что между Адриатическим морем и Чехией там еще Альпы влезают своими краями. И где-то вот он там между всеми этими горами прошел очень такое немаленькое расстояние какими-то хитрыми зигзагами, встречаясь по пути с другими людьми, какие-то там племена, говорящие на других языках, с немножко другой культурой. И оказался вот в этих дольних вестойницах, где, собственно, свой жизненный путь-то и закончил. И на мой личный взгляд, это величайший путешественник всех всех времен и народов. Потому что одно дело, когда в течение многих поколений они там расселяются куда-то на тысячи километров, ну, как бы каждый-то там, может, не так уж далеко и ушел. А тут конкретный человек преодолел сотни километров по незнакомой местности, очевидно, как бы она была ему знакома, и как-то вот долгое время остался живым. Ну, был здоровенный такой мужик, шикарнейший совершенно путешественник. Это конкретный человек, а вообще мы подобную эмиграцию устанавливаем, например, по перемещению янтаря, раковин Каури, всяких там необычных форм кремня или обсидиана. Ну, потому что прикольные всякие такие необычные штучки, они обычно где-то в одном месте есть, да, обнаруживаются где-то все в другом. Ну, в этом смысле идеальный практически тому пример человек из арени Кандиди в Северной Италии. Ну, подросток, который в могиле оказался украшенный всякими разными штучками. Ну, это берег моря, в общем-то, и поэтому не странно, что у него там всякие бусики из ракушечек, но у него есть раковина Каури, ну, а Средиземное море в то время было довольно-таки холодным, и понятно, что раковина Каури откуда-то сильно издалека, из каких-то югов туда приехала. С другой стороны, у него есть подвеска из бивня мамонта, а в Северной Италии в этот момент мамонты не водились, то есть понятно, что откуда-то с севера это приехало. У него же есть четыре аж на так называемых жезлоначальника, то есть такие обрезки рогов с дырочками, сделанные по технологии, которая применялась во Франции, ну, и вообще там в Германии тоже, короче говоря, более-менее в Северной Европе, и сделалась из рогов северного оленя, а у него из лосиных рогов, то есть здесь северных оленей не было, были лоси, но как бы принцип, да, изготовления северный. И у него же в руке прямо в могиле зажат кремень черный. Вот такая вот пластина под 20 сантиметров длиной, там 16 сантиметров длиной, пластина из черного кремня, который, ближайшее месторождение которого находится во Франции за 300 километров на запад от этого места. То есть получается, что у этого человека есть предметы и с юга, и с севера, и с запада, ну, а может быть еще и с востока, если там хорошенько посмотреть. Понятно, что сам он лично не бегал, тем более он подросток, у него времени-то особо не было. Но это говорит о перемещениях вещей. И кто-то что-то же все вот это выменивал и таскал. Ну, то же самое мы видим морские раковины, обнаруживаемые где-нибудь в центре Франции, или там предметы из китовых костей, где-нибудь там в Шанселяде, которые не на берегу моря далеко находятся, или в Истурице, например. или те же самые морские раковины, там контингентарь, в Воронеже в Костенках, ну, где тоже до моря далековато, прям скажем, и до месторождения янтаря тоже не очень близко. И вот подобные вещи показывают, что люди довольно-таки бодро перемещались, или прям-таки набор и орудий труда, и статуэток, женских фигурок, венер так называемых, и каких-то непонятных там изделий с орнаментом, и сам тип этого орнамента, практически одинаковый где-нибудь в Германии, в Австрии, в Чехии, все в той же самой, и в Костенках. А очень похожие, ну, хотя уже не идентичные, конечно, вообще в Иркутской области, в Мальтии-Бурете. И вот вдоль этой степной полосы, ну, это уже сапиенцы, это уже время довольно позднее, проселялись туда-сюда, и потихонечку шли все дальше, дальше, на восток, и даже и на северо-восток. И оказывается, неожиданно, где-нибудь на Янской стоянке, уже в Заполярье, вот, и тут их пути разошлись в разные стороны. Ну, самые везучие, конечно же, шли по югам, и по пути предшествующих миграций всяких вот этих пятикантропов, и оказались вновь на Флоресе, на Тиморе, а дальше уже, глядишь, и на Сахуле, который сросшийся Новая Гвинея, Австралия и Тасмания. И они заселились на этот самый Сахул, а Сахул в последующем разделился на Новую Гвинею, Австралию и Тасманию, ну, как, не раскололся, понятно, не разъехался, но уровень океана повысился, и территории были затоплены, и люди оказались там, на этих островах. Но, ну, Австралия, как бы, вроде материк, но, как бы, вроде бы и остров. Но некоторые, прям-таки, плыли-плыли, и ко времени 36 тысяч лет назад, как минимум, скорее всего, в общем-то, и раньше, люди уже оказываются, например, на Соломоновых островах, или там, на острове Бугенвиль какой-нибудь, или там остров Бука, где найдены стоянки древних людей, которые ловили рыбу, причем морскую рыбу, такую, ну, не лагунную, которая мелководная, а рыба открытых морских пространств. То есть, это совершенно явно говорит о том, что у них были нормальные, приличные лодки. Ну, и в любом случае, до ближайшего острова, даже с учетом всех этих колебаний океана уровня, километров 300. Вот. И там же, на вот этих Меланезийских островах, прекрасно миграции прослеживаются по обсидиану. Обсидиан, вулканическое стекло, которое есть, понятно, только там, где вулканы. И в каждом вулкане этот обсидиан немножечко, как бы, свой специальный, такой специфический. Сейчас очень здорово геологи наловчились определять месторождение этого самого обсидиана, и мы видим, что обсидиан, они там в Меланезии таскали от Калимонтана до этой самой Буки на там тысячи буквально-таки километров. Но, опять же, они не по прямой там двигались, а зигзагами, и ничего им это не мешало. То есть, на лодках бодренько плавали, это с датировками, до 36 тысяч лет назад. Это еще самые такие первые, можно сказать, сапиенс. Ну, может, не самые первые, но одни из самых первых. И неспроста они в последующем доплыли и до южных Соломоновых уже островов, ну, оттуда в Полинезию. Но, правда, это уже позже было, когда они изобрели лодку с балансиром. Нормальную, когда есть узкое каноэ, там на выносе, на таких палках аутриггер, так называемый, или балансир, сбоку торчит, и лодочка вроде как не переворачивается. Ну, и вместимость побольше получается, как-то она устойчиво стоит на воде. Но это было уже попозже. А, это южная версия миграции. А была и северная. Были те, кто не боялся морозов и двигался на северо-восток. Вот, в принципе, уже неандертальцы такое делали, но неандертальцы, насколько нам известно, северне Алтая далеко, в общем-то, не заходили. Как-то им там было неуютно. Ну, да и климат не особо способствовал. Но уже ко времени 20 чем-то тысяч лет назад, ну, а может быть, даже и раньше, ну, на той же самой Янской стоянке, да, там до 30 тысяч лет вроде дотягивают датировки. Ну, вот, они шли, все, уже сапиенсы, шли все северо-восточнее, северо-восточнее, северо-восточнее и пришли в Берингию. То есть, это территория, которая соединяла нынешнюю Чукотку с нынешней же Аляской. Правда, Берингия, как таковая, почти все время была занята ледником и пешком там пройти было проблематично. Но, судя по фауне, вот такой зверевой, да, то есть, там, какие-нибудь канадские лоси, бобры, волки, медведи и там кто-то еще, если наземная фауна перемещалась зад-вперед, ну, то, собственно, людям-то кто бы же помешал бы. А у людей, опять же, были лодки, и никто не мешал им плыть вдоль этого самого берега. А за предыдущие тысячи лет миграций у людей уже, видимо, достаточно четко было представление, что слева всегда будет земля, справа будет всегда вода, ну, потому что вот вплоть от Африки до этой самой Америки это каждый раз срабатывало. Ну, собственно, что бы оно и дальше не срабатывало, тем более, что волны приносили с востока все время какие-то, опять же, сосновые стволы и все такое прочее. То есть, и даже если Берингов пролив в какие-то времена возникало, ну, хотя его там, в общем-то, и не было, для них это не было проблемой. Ну, показательно, что даже в самые-таки глухо-глухо советские времена с железным занавесом наши антропологи, изучавшие эскимосов и чукчей на окраинах поселков этих самых эскимосов и чукчей с удивлением обнаруживали бутылки из-под Кока-Колы какой-нибудь. Вот, и когда спрашивали этих местных жителей откуда, те махали на восток и говорили от родственников. Это вот железный занавес. Вот. Ну, господи, проблем. Зимой сел на нарты и поехал, да, летом сел на каяк какой-нибудь и поплыл. Ну, вот, и какие там пограничники там, господи, они там сидят на каком-нибудь диамеде, там, да, как называется, на заставе, и ничего они проконтролировать толком не могут. Даже местами там в некоторые моменты даже официально разрешалось им ездить за вперед с местным жителем, что характерно, кстати, ни один не убегал. Это не какие-нибудь там диссиденты, они там живут, им и так хорошо, ничего, они куда-то побегут в другую страну. Вот. А уж древним людям в каменном веке совсем никто не мешал. Ко времени может быть уже 30 тысяч лет назад, более достоверно порядка 25-24 тысяч лет назад, и уж абсолютно точно ко времени 14 тысяч лет назад люди оказываются в Америке. А по вот современным данным вырисовывается, что вероятно даже и три раза они туда заселялись. То есть первая волна самая такая неустойчивая это вот порядка 30, вторая 24, третья 14. По крайней мере датировки в самой Америке разбиваются вот на три такие группы с какими-то зазорами между ними. И не исключено, что первые волны потомков могли и не иметь на самом деле. Они могли рассосаться или по крайней мере были очень малочисленными. А вот последняя, третья волна ну как-то вот она задалась. Ну видимо это было достаточно много людей. Ну и 14 тысяч лет это уже ледниковый период оканчивался. Видимо и Сибирь уже была довольно плотно населена. Это уже не какие-то там пара человек приплыли на каяке, а уже нормальный такой налаженный путь, где группки людей переселялись. Хотя понятно тоже это не было какая-то миграция в стиле там каких-нибудь этих орков, да, когда там бегут толпой перепрыгивая через друг друга. А это были группки все-таки там по 5, 10, 15 человек, которые потихонечку, помаленечку заселялись, заселялись, заселялись. А уж когда они попали в Америку, тут там открылся рай земной. Конкуренция нулевая. Зверья немерено, зверье непуганное. Ну хищники правда есть, так они и в Сибири были, как бы тут они разницы не почувствовали. Вот, бизоны, верблюды, мастодоны, мамонты, причем такие, которых в Сибири-то нету. Вот, ну, совершенно несъедая фауна, красота. Ну, кстати, в Австралии тоже самое там своя мегафауна была. И вот вдоль этих двух Америк люди расселялись уже с катастрофической скоростью вплоть до самой южной оконечности, до огненной земли. И поэтому неспроста в Монти-Верди с датировкой 14 тысяч лет назад, а может быть даже и до 18 тысяч лет назад там дотягиваются датировки, люди оказались на юге Чили. То есть, казалось бы, 14 тысяч лет назад они только в Америку зашли, и тут же 14 тысяч лет назад они уже на самом юге Южной Америки. А потому что расселение шло практически моментально. То есть, впереди никакой конкуренции, расселяйся, не хочу. Вот, они хотели. И с каждым шагом на юг становилось все теплее, все приятнее. И тут-то они уже достаточно сознательные были, они уже знали, куда более-менее идут. Вот, ну, даже если и не сильно знали, то ничего им особо не мешало. Ну, там Панама была проблемой в некотором роде, потому что там болото малярийное, ну, тогда малярии, может, не было, ну, какие-то свои там болезни есть. И вот, главное это было преодолеть, ну, преодолели. Вот, причем, видимо, две волны было расселения, одна вдоль побережья Тихого океана, ко времени порядка 10 тысяч лет назад люди окончательно заселяют всю планету. Это уже наши люди, наши предки, сапиенсы, а к этому моменту уже, конечно, никаких там этих денисовцев, хоббитов, там, неандертальцев не осталось, и оставались уже маленькие кусочки там и сям. Какой-нибудь там Мадагаскар, который чуть ли не позже всех заселили, Таити, Гаити, Гавайи, ну, вот, какие-то махонькие островочки, ну, до которых помаленьку, потихоньку доплывали уже в последующие времена и вплоть там до какого-нибудь пятнадцатого века потихоньку расселялись. Сейчас, к сожалению, планета кончилась. С момента существования неандертальцев этой современности прошло как минимум 30 тысяч лет, а на многих территориях и сильно больше. Поэтому современное население какой-либо территории, ну, например, с самого же самого Алтая, да, там, Денисовая пещера, ну, они не в пещере уже сейчас живут, ну, где-то рядом, какой-нибудь там поселение Ануй, допустим, да, рядом с Денисовой пещерой, к этим неандертальцам не имеют уже практически никакого отношения. То есть примесь неандертальская у всех вне африканцев примерно равная, там, плюс-минус, вот, и к местным неандертальцам это уже отношения почти никого не имеет, потому что даже за последние, там, пару тысяч лет население вот этой вот, тем более уж в Южной Сибири территории сменилось несколько раз. И вначале это там протоевропеоиды шли с запада на восток, там, чуть ли не за Тувы. Потом, соответственно, монголоиды шли с востока на запад, ну, и закончилось это вот татаро-монгольским нашествием, в частности, да, вот, потом русские переселенцы, казачки, за ними крестьяне тянулись, опять же, с запада на восток. Вот, сейчас местами, вот, я лично представитель того, как с востока на запад, я родился в Чите, оказался вот уже в Москве, вот, и столько раз бегали взад-вперед, а еще никто не отменялось северно-юг и обратно, вот, что нынешнее население какой-то конкретной точки, оно к отдаленным вот этим предкам, там, 30-20 тысяч лет назад имеет уже крайне косвенное отношение, ну, то есть, я имею к алтайским неандертальцам примерно такое же отношение, как к алтайцам, к алтайским неандертальцам, потому что это большое время, и много-много людей, которые передвигались с места на место. В моменты переселения и заселения новых территорий люди обособлялись и получали какую-то специфику по самым разным причинам и адаптация, и всякие там генетико-автоматические процессы, и там все что угодно, метисация местами, приводила к специализации какой-то, да, и формированию в том числе, например, рас. И возникали там люди потемнее, посветлее, с такими волосами, с такими, с густой бородой, не с густой бородой. И вот эти вот расы, как бы, да, возникали, но они возникали и у астралопитеков, они возникали и у хабилисов. И чем менее подвижное существо, тем быстрее это будет возникать. Ну, например, нынче в той же самой Африке, да, где люди-то вроде сидели на месте и не особо куда убегали. Ну, вот, существуют такие разные расы. То есть, с нашей точки зрения жители Африки могут выглядеть на одно лицо, но, так с их точки зрения и мы все одинаковые. Вот, это просто стандартный европеец не способен различить разных негроидов, скажем там, Центральной Африки. А с их точки зрения они прекрасно различаются. Ну, так же, как мы, допустим, сидя в Европе, различаем южных европейцев и северных европейцев, там, более-менее средних. Ну, так, более или менее, тоже там не на 100%, конечно, но можно понять урожение с Кавказа или там Швеции, например, да. Ну, в большинстве случаев достаточно очевидно. Так же и для жителей Центральной Африки тоже достаточно очевидно из Западной Африки или из Восточной. Ну, вот, антропологи тоже, более-менее, пытаются это научиться различать. И статистически по цифрам это даже, в общем, можно вполне себе сделать. Другое дело, что не так много антропологов этими самыми расами Африки занималось. Африка — это специфический континент, и там и политические условия, и просто транспортные, да, там, логистические, довольно сложные. Поэтому очень мало специалистов по расам Африки. Там еще есть масса непонятных нюансов и тонкостей, которые еще, без сомнения, будут открыты. Так что переселение, митисация, миграция влияют на формирование рас, но даже сидя на месте можно обособиться и стать немножко отличным от соседей. Ну, тем более, что и в Африке эти переселения тоже были. Африка большая, если посмотреть на карту, она очень такой немаленький процент земли составляет. И даже в самые распоследние времена, недавние, были, например, там, переселения народа в Банту, когда они там из Западной Африки двумя потоками северний лесов, западний лесов, восточний лесов, двигались на юг, там, до Южной Африки и устаканилось это все в 19 веке. Какая-нибудь там империя Чаки, например, да, и, скажем, негры, живущие на побережье ЮАР, они там оказались позже европейцев, строго говоря. Ну, вот, то есть это вот самая распоследнейшая миграция, которая и сейчас, на глазах происходит. Вот, а равным образом были переселения из Запада на Восток, из Востока на Запад, из Эфиопии на Юг, какие-нибудь там предки Масаи дошли, и сейчас Масаи активнейшие расселяются по Кене-Танзании на Юг, прямо на глазах это видно, и самые разные вот эти вот переселения есть. Так что, не только смешение с древними предками создавали расы, и даже и не столько, на самом деле, что все-таки примесь всех вот этих там неандертальцев, денисцев, ну, это там в районе пары процентов генома, это вообще ни о чем. Даже не генома, вру, пары процентов примеси к нам, а в процентах от генома это тысячные проценты этого самого генома. Вот, и расовые различия возникали уже сами по себе, но это уже совсем другая история. Когда люди расселялись назад-вперед, естественно, это не могло не сказаться на нашей генетике, и таки оно сказалось, причем сказалось довольно своеобразно. Есть, например, такой ген, ну, вернее, ну, да, ген DRD4, который у разных людей, собственно, сам-то ген один и тот же, вот, но различается количество копий этого гена, и этот ген подавляет рецепторы к дофамину, а дофамин это такое химическое вещество, которое, ну, как бы, обеспечивает удовольствие. Ну, это вот один из тех нейромедиаторов или там гормонов, которые гормоны счастья называются, ну, в кавычках, понятное дело. И, соответственно, если у нас рецепторы к этому дофамину работают хорошо, то нам хорошо. Если работают не очень, человек хочет еще адреналинчика, ну, как он выражается, на самом деле дофаминчика он хочет, а не адреналинчика, и стремится куда-то чего-то. И вот оказывается, что в разных группах современных уже людей количество копий этого гена не одинаковое. И, например, у бушменов в Южной Африке одно количество, а у китайцев, например, с японцами совершенно другое количество. Это крайние варианты. И получается, что бушмены имеют такой вариант, у которых вот эти рецепторы работают не очень, то есть там сильно подавляются эти рецепторы к дофамину, и им на месте не сидится. То есть вот сидит бушмен в Калахаре, и он уже видел все эти барханы какие-то, акустики, ну, сколько можно, два дня посидел, все, побежал дальше на новые территории, и там без проблем прошагал 100 километров за день. Ну, за день может вряд ли, но за пару дней без проблем. И там еще посидел пару дней, и снова ему надоело побежал еще в другую сторону. Ему это надо делать. То есть бушмен-домосед, он просто довольно быстро помрет с голоду. Он все вокруг съест, это пустыня все-таки, да, там особо есть-то нечего. Ему надо двигаться, и на генетическом уровне у него вот это вот шило в известном месте прописано. А китаец или японец, ему не надо бегать, потому что это государство, земледельческое, и вот эти вот шляющиеся вперед какие-то неприкаянные души, да, они как-то уже не вписываются в это общество. Поэтому он должен сидеть на своей делянке два на два, свою эту рисовую чеку там тяпкой окучивать, вот строить какой-нибудь там сад из камней, да, вытачивать из нефрита там годами какую-нибудь фигнюшечку, вот, и чувствовать себя довольным, ну, играть с соседем в гол какой-нибудь. Вот, и ему отлично. У него дофаминовые рецепторы работают на ура, ему все в порядке. Вот он сидит, не видит дальше горизонта, а скорее всего просто крыши с соседней соломиной, и у него все в жизни удалось. У него хорошо. Вот, это крайне непонятные варианты. Вот, мы, кстати говоря, ну, европеоиды средней полосы России, скажем так, да, я вот про себя говорю, занимаем более-менее среднее положение, потому что предки современных европейцев, ну, уж не более вот средней полосы России, они, ну, вплоть там до Урала, как минимум, они сидели в каких-то вот таких полувзвешенных состояниях, потому что вроде как они и земледельцы, но с другой стороны это подсесть на огневое или какое-нибудь там хитрое тут земледелие, которое не может долго на одном месте. Почвы бедные, все время истощаются, то и дело, какие-то заморозки, надеяться на урожай совершенно невозможно, потому что то там замерзнет, то высохнет, то еще что-нибудь там саранчака не прилетит, плодожорки какие-нибудь нападут, ну, вот, или соседи прибегут на конях там прискочут, да, с востока, с запада, там, откуда ни попадя, и поэтому надо уметь перемещаться тоже. Вот и грибы собирать, и ягодки, и охотиться, и рыбу ловить, и вот земледелие. Но у нас более-менее среднее положение получается, то есть нам как-то вроде и на месте не сидится, а с другой стороны вроде как это оседлые земледельцы. Но они такие оседлые, что как-то сидя на месте, да, расселились от Беларуси с одной стороны до Тихого океана в другую сторону. Ну вот, ну а если бы не соседи, то и дальше. Ну а если бы еще там неизвестные политические решения, мы бы и на Аляске сидели, и в Калифорнии, и наверняка и дальше бы. Ну вот, так что вроде как земледельцы, вроде как на месте сидят, да, ну и там печка, 30 лет на печи, а глядишь, я родился в Чите. Это была программа Дробышевский человек разумный и ее ведущий Дробышевский. Подписывайтесь на канал, ставьте, конечно же, лайки. Если вы все гораздо лучше меня знаете про миграции, эмигрировали больше меня, можете поставить парочку дизлайков, они тоже поможут продвижению канала. А, конечно же, лучше всего делитесь своими впечатлениями, своими историями миграции, что вы об этом думаете, к чему нас это приведет, в частности, обсуждайте, не бойтесь мигрировать, ну и не зашкаливайте в этом движении, а лучше всего мигрируйте уж так, чтобы уж на другие звезды, поддерживайте канал, делитесь впечатлениями с родственниками, знакомыми, подключайте все других, и тогда мы вместе создадим новое светлое будущее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин